Кукурузное поле как место для научных открытий. В 11 веке здесь, на территории современного Гаврилово-Пасадского района, было сразу несколько крупных поселений по площади, сравнимых с Суздалем. Поле в деревне Шикшова – бывший курганный могильник, которому тысячи лет. В 19 веке графы Уваров и Савильев обнаружили здесь 244 насыпи. Для современных московских археологов внятных ориентиров графы не оставили. Местоположение курганов определили с помощью специального оборудования. Самые ценные находки были сделаны в 2011 году. Первые нашли серебряную фибулу с позолотой – дорогое украшение для плаща. И также рядом с фибулой мы нашли железный топор с серебряной инкрустацией. После расчистки этой инкрустации оказалось, что в орнаменте присутствуют два знака Рюриковича. Это очень редкая находка. На территории Древней Руси это единственный топорик, который украшен знаками Рюриковичей. Владимира Суздальская Аполья всегда считалась страной курганов. Обычные грунтовые погребения в ямах здесь не были известны. Настоящее открытие археологи сделали в прошлом году, когда обнаружили могилы, похожие на современные. В прошлом году мы впервые обнаружили такие погребения, которые лежали в три ряда. То есть, это совершенно явно были погребения без курганной. Это, в общем, наше тоже открытие. В этом году мы сделали прирезку к прошлогоднему уроскопу. Поэтому это такая буква Г. Она из-за того, что мы сделали вокруг нашего старого уроскопа прирезку. И в этом году мы обнаружили два пока погребения без курганных, продолжающих наши прошлогодние ряды. Археологи, студенты, аспиранты и ученые трудятся уже шестой сезон. Занятие кропотливое, монотонное, но для каждого работающего здесь любимое. Земля снимается либо слоями, либо своими такими зачистками. В данном случае мы разбираем сейчас яму, либо, возможно, предположение, может быть, погребение. Но это только предположение. Тонкими зачистками снимается земля и все это измеряется. Если какие-то находки, я сейчас составляю план, наношу на план вот эту яму или погребение условно скажу. В новом сезоне обнаружено два погребения. Это представители мирянских племен, 50-летний мужчина и маленькая девочка. Скелет ребенка не сохранился. Остались только молочные зубы и бусы. Крестов в могилах нет. Это свидетельствует о том, что все обитатели данной территории в 10-11 веках были язычниками. Хотя они головой лежат все на запад. То есть это уже изначально как бы финно-угорские могильники, они нам дают восточную ориентировку. То есть финно-угоры хоронили в основном головой на восток. Все люди, которых мы здесь исследовали, лежат головами на запад. То есть это уже какое-то начало проникновения христианства. И возможно, вот это как раз и первое такое свидетельство того, что христианство уже как-то проникает. Скелет мужчины сохранился достаточно хорошо. Можно предположить, что хранили его в деревянном ящике, поскольку руки плотно прижаты к телу. Одежда мирянина была подпоясана ремнем, от которого сохранилась пряжка. Кроме того, в его могиле обнаружено приспособление для высечения огня. По сведениям, которые антропологи из таранных костей получили, этот человек много сидел на корточках. И у него очень развитые руки, что говорит о том, что много занимался физическим трудом. Но в принципе, наверное, в сельской местности в 10 веке другого труда-то и не было. Поминальный обед в 10-11 веках было принято ставить в могилу к покойнику. Несколько глиняных горшочков обнаружено в обоих погребениях. Уже потом в Москве с помощью специальной экспертизы можно будет установить, с каким именно угощением усопший отправлялся на тот свет. Именно из таких деталей складывается картина жизни средневекового общества. Археологи говорят, что дел в Шикшово много. Вероятно, будет еще сезон работ, который принесет новое открытие. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.